Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Мартышка и очки. О том, к чему может привести неумелое обращение с пожарным гидрантом. Мировой рекорд. Рязанская фигуристка стала лучшей в финале юниорской серии Гран-при в Японии. В День Конституции лучшим школьникам Рязанской области вручили паспорта. И подготовка к Новому году. О том, как лучше украсить праздничную елку в преддверии года собаки. То, что должно спасать людей, порой и вредит им. В одном из домов Рязани пожарный гидрант, который является неотъемлемой частью притушения и возгорания в здании, стал причиной потопа на нескольких этажах. При этом в доме в этот день не происходило пожара. Кто же виновен в произошедшем, выясняла Ирина Ковалева. Огромные лужи, запах сырой штукатурки, испорченные ковры и обои. Вот такой неприятный сюрприз ждал жителей дома номер 19, корпус 1 по улице Новоселов, когда вечером вторника они вернулись домой. Причиной такого глобального катаклизма стал открытый в подвале вентиль пожарного гидранта. Именно из-за этого вода под напором устремилась к верхним этажам. И вот через эти трубы, вентили с которых давно уже были сорваны, хлынул в подъезд. С утра отключили воду. Вначале не было горячей. Через час отключают холодную воду. Слышала, что-то где-то сверлили, я не поняла, что. Но в итоге через часа полтора прибежала соседка, стучит в дверь. Я открываю, вижу картина. Льется вода со стояка, которая в коридоре. Это, естественно, общий стояк, то ли пожарная. Льется так, что я вытащила эти тазики и начала их сливать. Короче, больших тазов, наверное, два. Маленьких периодически выносила. Антонине, можно сказать, повезло. Таким образом, ей удалось избежать попадания воды не только в свою квартиру, но и в квартиру соседей. А вот семье Давыдовых повезло меньше. Дома никого не было. На ураке позвонила мама, звонит, что тут потоп. Прихожу, прилетаю домой. В подъезде все уже льется. Захожу, там почти клодка воды. Открываю квартиру. Тут, соответственно, лужа. Все льется с потолка, с дверей, с косяков. Пострадали не только квартиры, но и подъезд. На тот момент, когда приехала наша съемочная группа, там не было света. И убирать последствия аварии, по всей видимости, сотрудники ЖЭУ номер 17 не спешили. Мы звоним в ЖЭУ, просим прийти хотя бы убрать. Никто. Все лестничные площадки отмывали. Мы выносили воду. В итоге ни воды, ни горячей, ни холодной. Звонили в аварийную 075, нам сказали, с вашим ЖЭУ не дрожим. И ЖЭУ, правда, следствие пришло вовремя. Минут, может, через 15. Сначала сотрудники ЖЭУ общаться с нами отказались. Но в итоге все-таки прокомментировали сложившуюся ситуацию. Кто-то открыл пожарный гидрант. Холодная вода поступила на четвертый этаж. Полилась по плещатому маршу. Что я могу еще? Ключ вот у меня только в подвале. И у некоторых жильцов. Получается, либо кто-то из жильцов проводил несанкционированные работы и перепутал вентили, либо это результат халатности самих сотрудников ЖЭУ. В любом случае, непонятно, возместит ли кто-то ущерб за испорченное имущество. Хотелось бы, конечно, выяснить и привлечь к ответственности. Потому что я считаю, что это все произошло по халатности. Буду искать какие-то выходы, чтобы возместить ущерб. Сотрудники ЖЭУ номер 17, в свою очередь, посоветовали жильцам вызвать полицию, чтобы те разобрались, кто мог проникнуть в подвал, на двери которого обычно висит большой амбарный замок, и открыть пожарный гидрант. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». С годами в Рязани становится все меньше зеленых зон. И если в 80-х годах даже центральные улицы города были полны деревьев, то сейчас и у парков не остается шансов на существование. Об очередном разделе территории, который длится на протяжении последних 10 лет, расскажет Валерий Седов. Мы находимся недалеко от центра города, на улице Новая. Здесь практически вся территория застроена жилыми домами. Но посреди каменных джунглей есть один нетронутый участок зеленых насаждений, за который уже много лет ведется непрерывная борьба. Мало кто знает, что сад юнатов мог перестать существовать еще в далеких 90-х годах. На эту территорию не раз покушались застройщики. Еще бы, практически 2 гектара земли под строительство недалеко от центра города. Много лет за эту землю шла в прямом смысле прям война, да, вот, эколого-биологического центра. Потому что, ну, центр города, очень такая аппетитная, лакомая земля, которую много лет хотели застроить высотками и продать здесь квартиры и так далее. Парк известен рязанцам как сад юнатов. На самом деле это место носит название «Учебно-опытный участок детского эколого-биологического центра». В настоящее время этот парк посещают дети с ограниченными возможностями здоровья. Они ставят научные опыты, учатся обращаться с сельскохозяйственными культурами, а также играют с животными. Здесь и дондрарий, и растения, занесенные в Красную книгу. Параллельно обучению, буквально за воротами парка, продолжалась борьба за эту территорию. Что нам облегчило судьбу, да, вот нашу работу по грантам. Когда пришел новый губернатор, да, мы к Николаю Викторовичу обратились, и общественность к нему обращалась. И он своей железной рукой решил вроде как вопрос и сказал, что вот эту землю не надо застраивать, ее надо перевести в парковую зону для того, чтобы исключить возможность застройки. Не прошло и года, как на имя директора детского эколого-биологического центра пришло письмо из администрации города. В нем говорилось о публичных слушаниях по внесению изменений в правила землепользования и застройки по участку так называемого парка юнатов. И вроде как вопрос на слушаниях как раз такой, чтобы перевести вот эту землю в зону, исключающую застройку. Однако, вот эта зона исключает возможность застройки здесь высотными домами, но не исключает застройку другими разными объектами. Николай Вештер рассказал, что не так давно на территорию сада юнатов прошли две девушки. На вопрос охранника, что вы здесь делаете, они ответили просто. Нам заказали проект этой земли. Девушек с территории выпроводили. Сотрудники детского эколого-биологического центра хотят сохранить эту землю для детей. В 2017 году Центр развития добровольчества города Рязани выиграл президентский грант на 2,5 миллиона рублей. На эти деньги в феврале планируют проект парка реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подобного места в Рязани нет. С этой землей связано очень много детских побед, да, и мы вот не хотим допустить, чтобы эту землю отняли. Но сейчас заходят с другой стороны, да, я так понимаю, хотят застроить не высотками, а чем-то теперь другим. Может быть бизнес что-то там хочет покушаться на эту землю, мы не знаем, да. Да, большинство того, что я сейчас говорю, это предположения, да, опасения, но мы идем коллективом 14-го числа на общественное слушание для того, чтобы высказать свою позицию по поводу этой земли. Слушание состоится 14 декабря в 18.00. Любой желающий может высказаться и поддержать перевод из зоны застройки в зону парка. Сделать это можно на сайте администрации города. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Заснеженные дворы и гололед – это те проблемы, с которыми ежегодно сталкиваются рязанцы, выходя из дома. Изменится ли ситуация в этом году, покажет время. Ну а пока администрация Рязани назвала телефон для жалоб на плохую уборку дворов управляющими компаниями. Горячая линия по номеру 44-79-15 работает круглосуточно, сообщил сайт органа власти 11 декабря. По данным чиновников, к концу прошлой недели управляющие компании очистили от снега больше 2000 дворов. В уборке участвовали 42 единицы техники и более 900 работников. Сама администрация организует очистку улиц, тротуаров, остановок и зеленых зон. За выходные и ночь на понедельник с них вывезли около 3000 кубометров снега. Рязанская фигуристка заняла первое место в финале юниорской серии Гран-при в Японии. Спортсменка по итогам короткой произвольной программы набрала 205,61 балла. Даже падение в произвольном выступлении не помешало ей получить высокие оценки. А короткая программа 14-летней Саши стала рекордной по количеству баллов в мировой юниорской серии. Александра – единственная в мире фигуристка, выполняющая сальхов. Один из сложнейших прыжков в 4 оборота. Его юная фигуристка намерена исполнить и на следующих соревнованиях. К другим новостям. Спасские полицейские задержали в Рязани преступника, который подозревается в 18 кражах из сельских продуктовых магазинов. Мужчина ранее был уже неоднократно судим за хищение, а вышел из мест лишения свободы два года назад. Злоумышленник действовал всегда одинаково. Ночью перепиливал прутья металлических решеток на окне, разбивал стекло и пробирался в торговый зал. Забирал алкогольные напитки, консервы, табачные изделия, а также наличные деньги. Сам он проживал в Рязани. Оперативники его взяли на арендованной квартире. Поступило заявление издвольного предпринимателя о том, что в селе Старокистру Спасского района Рязанской области в ночь на 28 ноября путем спила металлических прутьев решеток окна из магазина были похищены товары материальной ценности, а также ноутбук. Данный случай свидетельствовал опять же о том, что к данному преступлению причастен всего один и тот же человек. После этого последний был задержан. В очередной раз в Рязани был задержан наркоторговец. Мужчина подозревается в сбыте синтетических наркотиков с помощью тайников-закладок. По сведениям, поступившим сотрудникам правоохранительных органов, злоумышленник продавал наркотики через интернет. В квартире, где проживал 38-летний мужчина, приехавший в Рязани из Алтайского края, сотрудники полиции обнаружили два полиэтиленовых свертка с порошкообразными веществами разных цветов. Экспертиза установила, что в свертках незаконно хранилось более 2,5 граммов наркотических веществ синтетического происхождения, приготовленных для розничного распространения. В дальнейшем полицейские выявили два тайника, в которые злоумышленник разместил для сбыта самодельные контейнеры с синтетическими наркотическими средствами. Сейчас сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного оборота наркотиков. Мужчина же был взят под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. 12 декабря в России отмечают День Конституции, основного закона, который имеет высшую юридическую силу и определяет смысл и содержание других законов страны. В этот день лучшим школьникам Рязанской области вручили паспорта и пожелали счастливого пути во взрослую жизнь. Паспорта 14-летним школьникам вручали в Большом зале администрации. В торжественной обстановке документ получили не все. Пригласили самых успешных. Церемония приурочена ко Дню Российской Конституции, который отмечается 12 декабря. В свой главный документ паспорт получили 24 юных жителей региона. Здесь лауреаты школьных олимпиад, победители спортивных и творческих состязаний. Несмотря на то, что этим школьникам всего 14, многие уже достигли больших успехов. В 14 годах мы уже много успели добиться, многое сумели сделать. И вы проявляете лучшие человеческие качества в повседневной своей работе и жизни. Ответственность, смелость, умение отвечать требования времени. Уже не ребенок. Появились обязанности. Паспорт как основной документ гражданина страны символизирует не только вступление во взрослую жизнь, но и обретение большой степени ответственности, признает каждый из молодых людей. С получения паспорта я даже уже внутренне чувствую себя более взрослым. Родители ко мне, друзья, все знакомые, более как к взрослому человеку относятся. И я уже должен показывать себя внешне тоже более взрослым. Сегодня очень ответственный момент для моей жизни. Это торжественное мероприятие, в котором мне нужно будет получать паспорт от главы администрации. Это очень волнительный момент. Мне очень приятно. Теперь ощущаю себя полноценным членом общества и гражданом Российской Федерации. Очень рада этому событию. В зале в этот ответственный момент со своими детьми присутствуют и родители, как свидетели вступления во взрослую жизнь своих чад. Мы для этого как бы все сделали, чтобы могли учиться отлично. Родителям прям всем огромное такое благодарственное слово. Потому что вот будущее наше. Мы будем стараться все, чтобы было хорошо. Торжественное вручение паспортов в день государственного праздника уже утвердившаяся традиция. В честь дня Конституции по всей стране проходят уроки правоведения, выставки и концерты. Основной закон России был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, определив государственное устройство страны. За всю историю в действующую Конституцию было принято 14 поправок, в основном связанные с переименованием или объединением субъектов Федерации. Последние касались воссоединения с Россией, Крымой и Севастополя. Вредные продукты на прилавках магазинов станут заметными. Роспотребнадзор предложил ввести черные метки на слишком соленые, калорийные или содержащие чрезмерное количество сахара товары питания. Хорошая новость для тех, кто желает отправиться в Египет. Возможно, в скором времени жителям России не придется совершать путешествия в эту южную страну через другие государства. Решение об открытии перелета по рейсу Москва-Каир уже принято. Вот уже два года как россияне лишились возможности отдыхать на берегу Красного моря в Египте. Периодически в СМИ появляются сообщения, что вот-вот все изменится. Однако решение об открытии воздушного сообщения между нашими странами все откладывалось. И вот буквально на днях после посещения Египта Владимиром Путиным стало известно, что прямое сообщение между Москвой и Каиром откроют в ближайшее время после подписания соответствующего межправительственного договора. Однако представители туристического бизнеса радоваться не спешат и любителям жаркого отдыха не советуют. Бурно реагировать мы уже, наверное, перестали, потому как уже два года, наверное, нету авиасообщения с Египтом. И в том или ином свете новости они появляются. Вот-вот откроют, вот не откроют, вот опять откроют. Поэтому мы уже как-то активно реагировать перестали. И настраиваем себя на то, что когда это случится, я сейчас взял паузу, хотел сказать, если это случится, но я уверен, что когда это случится, операторы, вот насколько быстро они смогут это сделать, они поставят свои чартерные программы именно на Шарм-эль-Шейх и на Хургаду. И не менее быстро мы точно так же среагируем. В принципе, реагировать-то не надо. Мы вполне готовы. Отельную базу мы прекрасно знаем. Как все это работает, мы прекрасно помним. Кроме того, рейсы в Каир еще не означают возобновление туристического сотрудничества. Мало это поможет и самостоятельным туристам, которые летали в Египет через Белоруссию и Минск. Просто у них появится еще один вариант стыковки – Каир. Туроператоры, я сомневаюсь, что они откроют программы через Каир. Они будут ждать возможности открытия полетных программ именно напрямую через курорт. Ну а пока в преддверии Нового года рязанцы с удовольствием покупают туры в Арабские Эмираты, Таиланд и Вьетнам. Кто-то останавливает свой выбор на праздничной Европе и довольно большой сегмент отправляется в путешествие по России. Ну а Египет пока остается для нас далеким и недоступным. В лучшем случае – до весны. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Наряженная елка в предновогодние дни создает праздничную атмосферу и приносит в дом ощущение тепла и домашнего уюта. По восточному гороскопу наступающий 2018 год пройдет под символом желтой собаки. Стихия земли требует оформить деревце без вычурности с соблюдением выбранного стиля. То же самое касается и других праздничных элементов декора. Готовить собственное жилище к Новому году пора уже сейчас. А как это сделать, расскажет Марина Комиссарова. Выбор и оформление праздничной елки занимают важнейшее место в списке предновогодних дел. Поэтому мы решили рассказать о вариантах украшения главного атрибута Нового года. В современном мире разнообразие игрушек и других украшений таково, что глаза разбегаются. Однако большинство все же предпочитают вариант близкий к классическому. Исходя из того, что символ 2018 года – желтая собака, то украшать дом необходимо в желтых цветах. Это может быть шафран, горчичный, коричневый, песочный, золотой, оранжевый и другие оттенки. То же самое касается елочки. На следующий год вообще есть тенденция оформления елок в теплых тонах. То есть надо отдать предпочтение золотому цвету, красному, можно коричневому, оранжевому. То есть такая традиционная елка, она в принципе подойдет. В каждом веке елку украшали согласно эпохе. Прародителям лесной красавицы принято считать Германию. Именно там, в канун Рождества, столы были оформлены маленькими украшенными деревцами. А при правлении Петра I эта необычная мода переехала к нам в Россию. С тех пор с недолгими запретами и возобновлениями елку стали наряжать каждый Новый год. Сначала это были свечи и звезда, украшающая верхушку хвойного дерева. Позже ель стали украшать восковыми игрушками, ватными, бумажными. А затем им на смену пришли стеклянные украшения. Была также традиция украшать дерево конфетами и карамельными яблоками. В 21 веке стало актуальным модернизировать старые традиции. Поэтому сейчас елку украшают в волю своего воображения. На новогоднем дереве присутствуют не только игрушки, но и гирлянды, мишура, бусы с лентами. Наряду с классическими деревьями людям нравится выбирать и необычные ели. У нас очень часто заказывают. Мы делаем оригинальные композиции, мы делаем ели ручной работы. Опять же, вот из этой вот ели Нобелес. Они могут быть любой формы, любого размера. У нас были так же кованые ели, то есть металлические. Они были с штыми-минутками, очень интересные. Несмотря на рекомендации и модные тенденции, конечно, прежде всего стоит руководствоваться тем, что подскажет вам сердце. Ведь праздник настолько семейный и душевный, что главное вложить собственное тепло в каждую деталь. Разнообразие игрушек, стеклянные, керамические, деревянные, тканевые, просто поражает. Фантазии дизайнеров тоже. Остается только выбирать и творить чудеса своими руками. Помимо игрушек на елочку можно добавить и другие украшения. Шоколадки или конфеты, настоящие шишки или орехи, живые цветы. А в этом году появилась идея украшать елочку перьями, что добавляет воздушности, нежности и вводит в праздник ангельскую тему. Кроме елочки, к новогодним праздникам семьи оформляют свои дома мишурой, гирляндами, украшают окна, зеркала и готовят вкусные блюда. А в последние годы к нам пришла европейская традиция – венки, композиции и свечи. Композиции сейчас очень востребованы, так же, как и елки, в принципе. Потому что много кто хочет украсить свой дом к празднику, сделать его уютным, придать аромат елок живых. То есть здесь композиция делается из живой ели, пихта, нобелес. Она имеет аромат очень приятный, не сыпется, поэтому композиция очень долго сохраняется. В принципе, при надлежащем уходе даже до следующего года можно сохранить такую композицию. Поэтому дерзайте! Праздник уже не за горами, осталось только выбрать в повседневной суете время, чтобы превратить свой дом в собственный волшебный мир, полный чудес. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok